Всем привет! Сегодня будет специальный мистический выпуск «Сказок на ночь» Я выбрала самый страшный рассказ из этого замечательного сборника «Большое собрание мистических историй в одном доме» Рассказ написал Эдит Неспит «Из мрамора в натуральную величину» Хотя каждое слово в этой ужасной истории правда Я не надеюсь, что кто-нибудь мне поверит Нынче вера нуждается в рациональном объяснении Позвольте тогда и мне начать с рационального объяснения К которому склоняются те, кто слышал рассказ о самом трагическом событии моей жизни Как они полагают, в тот день, 31 октября, я и Лаура стали жертвой душевного расстройства Подобное предположение будто бы подводит под случившееся достаточно убедительное основание Выслушав мою историю, читатель сам рассудит, можно ли считать это объяснение исчерпывающим В том, что произошло, участвовали трое, Лаура, я и еще один человек Этот человек жив и может подтвердить наименее правдоподобную часть моего рассказа Всю жизни не хватало денег на самое необходимое На хорошие краски, книги, на извозчика И когда мы с Лаурой поженились, то сразу поняли, что сумеем свести концы с концами Только упорно трудясь и экономя каждый грош В ту пору я занимался живописью, Лаура, сочинительством И мы надеялись как-то продержаться О том, чтобы жить в городе и речи быть не могло И мы решили подыскать себе домик в деревне Живописный и вместе с тем удобный Два этих качества сочетаются в одном доме так редко Что долгое время наши поиски заканчивались ничем Мы прилежно изучали объявления Однако при ближайшем знакомстве обычно оказывалось Что вожделенная сельская обитель Не отвечает ни одному из двух обязательных условий Дом с водопроводом неизменно бывало То, что готовен и напоминало под манер А если мы находили крыльцо, увитое розами и виноградом Внутри всегда скрывалось опустение Красноречие агентов по найму Мое вопиющее Несоответствие обещанных красот Тому над ругательством над прекрасным Которое мы с горячей наблюдали Настолько затуманило нам мозги Что накануне свадьбы Мы едва могли отличить дом От собачьей кноры Когда же в медовый месяц Мы очутились вдали от друзей и агентов Туман в наших головах расселся И увидав наконец красивый дом Мы сразу оценили его по достоинству Дом находился недалеко от принцета Грохот на деревушке на холме У южных болот Мы забрели туда из приморского селения Где снимали комнаты Поглядеть на церковь И миновав два поля Наткнулись на этот дом Он стоял на джипе В двух милях от деревни Длинное низкое здание С причудливым расположением комнаты Когда-то на этом месте На этом месте находился огромный дом Однако от прежних времен Уцелела лишь часть каменной кладки Замшелой увитой плющом Да две старые комнаты Все остальное было пристроено позже Без зарослей розы Жасмина Дом показался бы чудовищным С ними он был очарователем И после беглого осмотра мы его сняли Стоил он до смешного дешево Остаток медового месяца Мы провели в соседнем городке В поисках старой дубовой мебели И дебендельских стульев Напоследок мы съездили в либерти И вскоре низкие комнаты С дубовыми палками И решетчатыми окнами Стали нашим кровом К дому примыкал Прелестный запущенный сад С поросшими травой дорожками Множеством подсолнулов Мальвы и высоких лилий Из окон открывался вид на заполоченная лука Дальше едва голубела полоска моря Лето стояло великолепное Мы были счастливы И принялись за работу даже раньше Чем ожидали Я увлеченно пытался Передать на холсте Причудливую игру облаков За распахнутым окном Лаура сидя за столом Слагала мне в стихи В которых мне отводилось Не последнее место Хозяйство наше вела Была высокая старая крестьянка Нарушность у нее была Самая благообразная Хотя с рябня слишком их Не затеяли Однако она прекрасно управлялась Садом И вдобавок сообщила нам Все прежние названия полей и рощ А также рассказывала истории Контрабандистов Разбойников с большой дороги И призраков Подстерегающих Одинокого путника звездными начальниками Она оказалась полезной Во всех отношениях И была аура терпеть не могла Домашней работы А я обожал фольклор И вскоре мы переложили Все хлопоты по дому На миссис Тормот А услышанные от нее легенды Отсылали журнал Который платил нам звонкой монетой Три месяца Мы прожили душа в душ Ни разу не поссорившись В один из октябрьских вечеров Я отлучился из дома Выкурить трубку с доктором Приятным молодым Ирландцем Единственным нашим соседом Лаура осталась дома Чтобы написать Смешной рассказ Из сельской жизни для журнала Недотепность Я оставил ее улыбавшись С собственным шутком Овернувшись Нашел рыдавший на подоконнике Боже правый Дорогая что стряслось Воскликнул я Прижимая ее к груди Не переставая взхлипывать Она склонилась Темную головку мне на грудь Раньше я никогда не видел ее в слезах Ведь мы были так счастливы Поэтому я не на шутку испугался В чем дело? Не томи меня Это все миссис Торман Взхлипнула она Что же она натворила? Допытывался я Почувствовав огромное облегчение Она сказала Что уйдет от нас И еще до конца месяца Сказала у нее захворала племянница Сейчас она отправилась ее проведать Но это просто отговорок Потому что ее племянница больна уже давно Наверное кто-то настроил ее против нас Она вела себя так странно Успокойся любимая Сказал ее Что бы там ни было не плачь Не то я заплачу вместе с тобой И ты перестанешь меня уважать Она послушно вытерла глаза моим платком И слабо улыбнулась Видишь ли Продолжала она Это и в самом деле очень серьезно Ведь деревенские все заодно И если уж кто-нибудь из них заиртачился То будь уверен Никто другой не согласится И мне придется Стряпать и мыть противные грязные тарелки А тебе таскать воду Чистить башмаки и ножи И у нас не останется времени ни на что Ни на живопись Ни на поэзию Ни на то чтобы заработать денег Мы будем трудиться Не разгибая спины И отдыхать Дожидаясь пока загибет чайник Я возразила Что даже если нам придется Выполнять все эти обязанности Времени хватит и для работы И для отдыха Однако она желала видеть вещи Только в самом мрачном свете Моя лаура не отличалась благоразумием Но будь она такой же рассудительной Какой Андре Я не мог бы любить ее сильнее Я побеседую с миссис Торман Когда она вернется И постараюсь отговорить ее Сказал я Возможно она хочет получить прибавку к жалованию Все как-нибудь образуется Пойдем Прогуляемся на церковь Огромное здание церкви Одиноко высилось вдали И мы любили наведываться туда Особенно светлыми ночами Тропа тянулась к краям леса Пересекала его Сбиралась на гребень холма Шла лугами И огибала церковную стену Над которой темными губами Выселись старый тис Тропа эта часть умощенная Звалась погребальней Так как по ней С незапамятных времен Возили на погост покойников Кладбище Кост обросло деревьями Стоявшие за оградой древние вязы Простирали величественные тла Над мирно спавшими мертвецами В храм вела массивная низкая паперть С нормандским бордалом И тяжелой туповой дверью Окованный железом Внутри уходили во мрак Высокие своды Меж которыми в лунном свете Белили окна с частым переплетом В алтаре тускло мерцали Благородными красками фетражи В их неровном свете Все туповые хоры Сливались зыбкими тенями По обе стороны от престола На низком постаменте Лежали серые мраморные фигуры Двух рыцарей В полном вооружении С руками сложенными В вечной молитве Эти фигуры всегда бросались в глаза Даже при самом скотном освещении Имен тех рыцарей Давно никто не помнит Но по рассказам крестьян Были они свирепы и жестоки Чинили разбой на суше и на море Всея вокруг страх и отчаяние Из-за неслыханных злодейства Их постигла небесная кара Их родовое гнездо Тот большой дом Что стоял на месте нашего коттеджа Поразила молния Однако золото их наследников Купило им место в церковь Сглянув на грубые жестокие лица из мрамора В эту историю легко было поверить В ту ночь церковь выглядела Особенно живописно и таинственно Тени от тисов падали сквозь окна в нефе Ложа с неровными пятнами на колонну Мы сели рядом и молча наслаждались Торжественной красотой Древнего храма Нам словно передалось благоговение Вдохновлявшее в древности его строителей Мы подошли к лотарю Поглядеть на спящих воинов Затем отдохнули немного На каменной скамье портала Клядя на предевшие лука Залитый лунным свет Каждой частицей своего существа Чувствуя спокойствие ночи и счастья любви И наконец отправились домой Размышляя о том, что все наши житейские заботы Всего лишь суета Как только миссис Торман вернулась из деревни Я пригласила ее поговорить с глазу на глаз Миссис Торман произнес я Когда она вошла в мою мастерскую Вы впрямь намерены нас покинуть Мне надобно уйти Еще до конца месяца, сэр Ответила она с присущим ей спокойным достоинством Вы чем-то недовольны Что вы, что вы, сыр Вы и ваша жена так добрые ко мне Так в чем же дело? Вам не хватает жалования? Нет, сыр Я получаю достаточно Тогда почему вы уходите? Я бы рада остаться, да С некоторым колебанием Мне захворала племянница Но ваша племянница больна с тех пор Как мы здесь поселились Ответа не последовало Настала долгая тягостная пауза Я нарушил ее Вы не могли бы остаться еще на месяц? Спросил я Нет, сыр Мне надобно уйти до четверга А было Понедельник Что ж Но вам следовало предупредить нас заранее Теперь уже поздно искать вам замену А вашей госпоже тяжелая работа не по силам Не задержитесь ли вы? Хотя бы до следующей недели На следующей неделе я Может и ворочусь Теперь мне стало ясно Что ей просто нужен небольшой отпуск И мы охотно отпустили бы ее под искалки замену Но почему вы уходите именно на этой неделе? Вопорствовала я Объясните мне Миссис Торман поежилась словно от холода И потуже затянула на груди теплый платок С которым никогда не расставалась Затем нехотя сказала Говорят В катонические времена На этом месте стоял большой дом И в нем всякое творилось В леденящая кровь Интонация В которой миссис Торман произнесла эти слова Не оставила сомнений в характере того Что здесь творилось К счастью, Лауры не было в комнате Как и все нервические натуры Она была очень впечатлительна И мне показалось Что легенда о нашем доме Рассказанная старой крестьянкой С такой заразительной обидительностью Может глубоко взволновать мою жену Поголебав ее привязанность к нашему отчику Миссис Торман попросил я Расскажите-ка мне все, что знаете Я не из тех молодых людей Что потешаются над подобными вещами А что было отчасти правдой Так вот, сэр Она понизила голос Верно вам приходилось видеть В церкви у алтаря две фигуры Вы говорите о статуях рыцарей в латах Заметил я живо Я говорю о двух человеческих фигурах В мраморном обличье Поправила она И должен признаться Ее описание было гораздо выразительней моего Не говоря уж о таинственной Сверхъестественной силе Которая веяла от злов Мраморное обличье Сказывают на канун Дня всех святых Обе фигуры встают со своих плит И топают по проходу А сами-то как есть из мрамора Еще одна удачная фраза миссис Торма И только на церковных часах Пробьет одиннадцать Выходит из дверей И идут прямиком через кладбище По покребальной тропе А коли ночи сырая На утро можно видеть их следы Куда же они направляются Они возвращаются сюда В свой дом, сэр И ежели кто повстречается с ними Что тогда? Спросил я Но больше мне не удалось Вытянуть из нее ни слова Если не считать Старой песни о больной племяннице После всего услышанного Я потерял интерес к этому вопросу И постарался выведать у миссис Торма Подробности легенды Но услыхал Одни предостережения В канун Дня всех святых Заприте дверь пораньше, сэр Да начертите кресты над дверью И над окнами Ты видел ли кто-нибудь этих рыцарей? Допытывался я Сама не видала А за других не скажу Ну хорошо Кто здесь жил в прошлом году? Никто Владелица дома была здесь летом Да она завсегда уезжает в Лондон Аж за месяц До той самой ночи Мне неохота огорчать вас И вашу жену Но у меня захворяла племянница И в четверг я ухожу Когда она открыла мне Истинную причину своего ухода Я попытался убедить ее В абсурдности этих доводов Но она твердо вознамерилась уйти И никакие уговоры Не могли бы колебать ее решимости Я утаил от лауры легенду о мраморных рыцарях Расгуливавших по ночам Отчасти потому что такая легенда о нашем доме могла напугать мою жену А отчасти Я думаю по причине более таинственного свойства Для меня эта история была не просто одной из многих Поэтому мне не хотелось говорить о ней прежде Чем назначенный день минует Вскоре, однако, я и думать о ней забыла Все мои мысли занимал портрет лауры У открытого окна Я увлеченно писал ее лицо на восхитительном фоне Желто-серого заката В четверг Миссис Торман покинула нас Уходя, она растрогалась и сказала Не больно усердствуйте мы И коль на будущей неделе у вас найдется кое-какая работенка Охотно вам подсоплю Из чего я заключил Что она не прочь вернуться к нам после дня всех святых И все же до последней минуты Она с завидным упорством держалась версия больной племянницы В четверг прошел благополучие Лаура проявляла незаурядные способности в приготовлении Жиркова А я, на удивление, ловко справился с тарелками и ножами, которые вызвался помыться Настала пятница Именно то, что случилось в пятницу, заставило меня взяться за перо Не будь я один из участников этой истории, я бы в нее не поверила Постараюсь изложить события коротко и ясно Все произошедшее в тот день оставило жгучий след в моей памяти Я никогда не забуду, ничего не упущу Помнится, я поднялся рано, развел огонь на кухне И только над полениями взвился легкий дымок Спорхнула моя жена, свежая и сияющая Как то погожее октябрьское утро Мы вместе приготовили завтрак Дружно взялись за уборку И когда щетки, метла и ведра вернулись на свои места В доме воцарилась тишина Удивительно, как много значит присутствия каждого человека Нам и в самом деле не доставало миссис Торман И вовсе не потому, что некому было заняться горшками и сковородками Мы провели день, стирая полис книг и аккуратно расставляя их по полкам А после весело пообедали холодным мясом, запивая его кофе В тот день Лаура показалась мне бодрее, веселей и милее, чем обычно И я была подумала, что немного домашней работы ей не повредит Во всяком случае, мы так не радовались со дня нашей свадьбы О нашей вечерней прогулке я вспоминаю, как счастливейший миг нашей жизни Глядя, как пурпурные облака медленно становятся свинцово-серыми На фоне бледно-селеного неба, на баловатые свитки тумана Сделятся над далекими болотами Мы возвращались домой, примолкнув, рука в руки Ты что-то грустна, дорогая, — сказал я как-то в шутку, Когда мы очутились в нашей маленькой гостиной Я ждал возражений, ибо мое молчание было молчанием полного блаженства Но, к моему удивлению, она приснесла Да, я ей впрямь грущу Вернее, мне как-то не по себе Меня бьет озноба, здесь ведь не холодно, правда? Ничуть, — ответил я Тревожась, как бы ей не повредил предательский туман, Поднявшийся с болот в сумерке Туман здесь ни при чем, — отозвалась она И, помолчав немного, вдруг спросила Бывали ли у тебя дурные предчувствия? — Нет, — отвечал я с улыбкой Впрочем, я никогда в них не верила — А у меня бывали, — продолжала она В ночь, когда умер мой отец, я чувствовала это Хотя он находился далеко, на севере Шотландии И ничего не ответил Какое-то время она сидела, глядя на огонь И молча гладила меня по руке Потом решительно поднялась, встала мне за спиной И, откинув мне голову назад, поцеловала Все прошло, — сказала она Какая же я глупая, давай сожжем свечи И споем что-нибудь из новых дуэтов Рубенштейна И мы провели один или два счастливых часа за фортепиано Около половины одиннадцатого Мне захотелось выкурить на ночь трубку Но, видя бледность Лауры, я подумал, что жестоко наполняет нашу гостиную клубами едкого дыма Я буду покурить, — сказал я И я с тобой Нет, дорогая, не сегодня Ты слишком удовлена Я ненадолго, а ты отправляйся спать Не то завтра мне придется не только чистить башмаки, но и нянчиться с больной женой Я поцеловал ее и повернулся, чтобы идти Но вдруг она обняла меня так крепко, словно не в силах было со мной расстаться Я нежно погладил ее по голове Бедняжка, ты передродилась Домашняя работа слишком тяжела для тебя Она слегка ослабила объятия и глубоко вздохнула Нет, сегодня мы были счастливы Джек, правда? Возвращайся поскорей Я вышел через баратную дверь, не заберев ее Что это была за ночь? Рваные клочья тяжелых темных облаков неслись по небу Легкая белезая дымка заволокла звезды В бурном потоке облаков плыла луна То выныривая из-за тучи, то вновь погружаясь во тьму Временами свет ее падал на лес, который казалось бесшумным и плавно качался в такт проплывавшим вверху облакам Над землей поразлит странный серый свет Над полями повисла мерцающая пелена Которая рождает союз тумана с лунным светом Или мороза с сиянием звезд Я бродил возле дома Убиваясь красотой притихшей земли и бурного неба Стояло полное безмолвие Все вокруг словно вымерло Не расставалось ни возник роликов Ни кома на сонных птиц И хотя по небу неслись облака Гнавших ветер не достигал земли Не шелестел сухими листьями на лесных тропинках За луками на фоне неба Чернил силуэт церкви Я шел и думал о трех месяцах нашего счастья О моей жене, ее ласковых глазах, милых привычках О, моя девочка, моя родная девочка Какие картины нашей долгой счастливой жизни Прикресились мне тогда Я услыхал звон церковного колокола Уже одиннадцать Я повернул было к дому, но ночь не отпускала меня Я не поспешил вновь оказаться в наших уютных комнатах Меня ценуло в церковь Я смутно чувствовал потребность прийти с любовью и благодарностью в святилище Куда в былые времена люди несли свою печаль и радость Проходя мимо низкого окна, я заглянул в него Лаура пололежала в кресле у камина Лица ее я не видел Только ее голова темнела на фоне бледно-глобой стены Она не шевелилась Наверное, спала Сердце мое устремилось к ней Конечно, бог есть, подумал я И этот бог добр Иначе откуда взяться такому чуду, как она? Я медленно брел краем леса Внезапно ночную тишину нарушил резкий звук В лесу что-то трещало Я замер и прислушался Звук тотчас тих Я двинулся дальше И теперь явственно различил Чужие шаги Звучавшие в такт моим В нашей глуши хватало браконьеров И порубщиков леса Но только болван мог поднять такой шум Я углубился в чаще И теперь шаги, казалось, доносились в дороге По которой я только что шел Наверное, это эхо, подумал я В свете луны лес поражал великолепием Там, где листва на деревьях пределы Призрачный свет выхватывал из темноты увядшие кусты И папоротники Вокруг точно готические колонны Высились стволы деревьев Они напомнили мне о церкви Я свернул на погребальную тропу Через кладбищенские ворота Прошел меж могил К низкой паперти И опустился на каменную скамью Где мы с Лаурой Любовались погружавшимся во тьму Пейзаж Тут я заметил, что церковная дверь распахнута И упрекнул себя, что не закрыл ее прошлой ночью По будням, никто кроме нас Не удосуживался заглянуть в церковь И я горчился, что по нашей Беспеченности Сырой осенний воздух Проникнет внутрь И повредит старинное убранство Я пошел внутрь Возможно, это покажется странным Но только на полпути Колтарем я вспомнила С внезапной дрожью Которая также внезапно Сменилась внутренним удовлетворением Что в этот самый день и час Праморные рыцари по преданию Сходят со своих могильных плит А раз уж я вспомнил легенду И вспомнил с отраганием Которого тут же остыдился Мне ничего не оставалось Как подойти к алтарю Просто взглянуть на фигуры Уверял я себя На самом деле мне хотелось Убедиться, что во-первых Я не верю в легенду А во-вторых, легенда лжет Я даже доволен был, что пришел Теперь-то я докажу Миссис Торман, что все ее роскости Чистый вымысел И в этот страшный час Мраморные фигуры мирно покоятся На своих местах Засунув руки в карманы Я направился к алтарю В тусклом сером свете Восточный предел церкви Казался простор необычного А своды над обеими Гробницами выше Вышла луна И я понял почему Я остолбенел Сердце у меня в груди Отчаянно подскочило И бессильно упало Человеческие Человеческие фигуры В мраморном обличье И исчезли И мраморные плиты лежали Просторные и пустые В тусклом лунном свете Падавшем в восточное окно Куда они делись Ушли Или я сошел с ума Взяв себя в руки Я наклонился И провел рукой По гладким плитам Ощутив их ровную Неповрежденную поверхность Может быть Кто-то унес освояние Как бы то ни было Я должен выяснить В чем дело Я торопливо свернул газету Оказавшуюся у меня в кармане Зажег И поднял высоко над головой Желтое пламя Осветило темные своды И обе могильные плиты Статуи исчезли И я была в церкви один Или не один Меня охватила ужас Неописуемая и бескраничная Всепроникающая уверенность В огромной Непоправимой беде Я отшвырнул свой факел И бросился прочь Сокусив губу Чтоб не закричать Что мною тогда владел Безумие Или нечто другое В один прыжок Я перепрыгнул Через церковную ограду И бросился прямиком Через поля на свет Лившийся из наших окон Но только я перелез через Первую искрить Передо мной Словно из-под земли Выросла темная фигура Все еще вне себя От мрачных предчувствий Я бросился на нее С криком Прочь с дороги Однако Мой противник Оказался сильнее Чем я ожидал Он словно тисками Шал мои руки Выше локтя И тряс до тех пор Пока я не признал в нем Сухопарова доктора ирландца Что с вами? Кричал он с акцентом Который невозможно было спутать Что с вами? Пустите меня Болван Прогребил я Браморные рыцари ушли из церкви Говорю вам Они ушли Он залился Звонким смехом Завтра я напою вас Микстурой Вы нагурились Табака И наслушались Бабьих сказок Говорю вам Я видел пустые плиты Что ж Вернемся назад Я иду к старому Палмеру У него заболела дочь Заглянем по пути в церковь И вы покажете мне пустые плиты Идите сами Если вам так хочется Буркнул я Немного успокоившись А я пойду домой к жене Никуда вы не пойдете Возразил он Думайте я вам позволю И вы потом всю жизнь будете твердить Что видели как ожил холодный мрамор А я всю жизнь повторять Что вы обыкновенный трус Нет уж извольте Ночная прохлада Человеческий голос А также непоколебимый Здравый смысл От волосокого человека Отрезвили меня А слово Трус Холодным душем Окатило мой сметенный ум Тогда пошли Ответил я укрюмо Возможно вы и правы Он по прежнему крепко держал меня за руку Мы перелезли через искры И поспешили к церкви Стояла мертвая тишина Пахло сыростью и землей Мы приблизились к алтарю Не скрою Я закрыл глаза Я знал Что статуи там нет Келли Келли Черкнул спичкой Да вот же они Глядите Лежат себе целехеньки Вам видно Все во сне приснилось Или Простите Померещилась Пьяну Я открыл глаза И в свете догоравшей спички Увидел на постаменте Два мраборных освояния Я облегченно вздохнул И схватил доктора за руку Крайне вам признателен Воскликнул я Наверное я был введен в заблуждение Крой света А может и в самом деле Перетрудился Знаете ведь я и впрямь решил Что они исчезли Знаю Ответил он довольно резко Вам с вашими нервами следует Беречь себя мой друг Уверяю вас Он наклонился И стал разглядывать фигуру справа Чью каменное лицо Было особенно жестоким И словещим Клянусь Юпитером Воскликнул он Здесь что-то не так От руки Отломан кусок И точно Но в последний раз Когда мы с Лаурой Сидели здесь Рука была цела Похоже кто-то пытался Сдвинуть надгробие с места Сказал молодой доктор Но ведь мне привиделось Что статуй вообще не было Если рисовать с утра до вечера И курить тупо мрачения Еще и не такое предвидится Пошли Сказал я Мне тоже нас станет беспокоиться Пропустим по стаканчику виски За поздравление призраков И мое душевное здоровье Вообще-то я шел к Палмеру Да сейчас уже поздно Лучше зайду к нему завтра Ответил доктор Я проторжал до вечера В богатильне А потом еще на вещах больных Ладно Я иду с вами По-моему он решил Что я нуждаюсь в его помощи Больше Палмеровской дочке И мы поспешили домой Рассуждая о том Как могла возникнуть эта иллюзия А полученные выводы Распространили на вопрос О привидениях вообще Еще в садовой дорожке Мы заметили Что из парадной двери Льется свет А вскоре Увидали Что дверь в гостиную Тоже распахнута Неужели Лаура Куда-то вышла Входите Пригласил я доктора И Келли последовал Со мной в гостиную Повсюду горели свечи Расставленные Где придется Не только восковые Но и не меньше Дюжины сальных Я знал Что Лаура всегда Зажигает свет Когда я неспокойна Бедное дитя Как мог я уйти Как мог оставить ее одну Мы оглядели комнату И поначалу Не заметили Лауры Окно было распахнуто И сквозняк клонил Пламя свечей в одну сторону Стол на котором Она сидела Был пуст А носовой платок И книга Валялись на полу Я кинулся К окну И там В оконной нише Увидал ее О, моя девочка Моя любовь Она подошла К окну Поглядеть Не возвращаясь ли я И кто-то вошел В комнату У нее за спиной Кому Повернулась она С выражением Дикого ужаса на лице Ох Моя крошка Наверное Она подумала Что это мои шаги Она слышит Кого же она увидела Обернувшись Она упала На стол Стоявший в нише И тело ее Лежало частью На столе А частью На подоконнике Губы ее кривила Кремаса ужаса Глаза были Широко-широко Распахнуты Они уже Ничего не видели Что они увидели В последний раз Доктор направился К ней Но я Оттолкнув его Прижал ее к груди С криком Не бойся Лаура Я с тобой Ее тело Бежизненно Обвисло У меня В руках Я обнимал И целовал ее Называл ласковыми словами Но кажется Все время Понимал Что она мертва Ее руки Они были Сжаты В кулак Из одного Торчало Что-то Твердое Когда я Уже Не сомневался Что она Мертва А остальное Потеряло Для меня Всякий смысл Я позволил Доктору Рожать ее Ладонь Там Был палец Из серого Мрамора Если хочется Добавки На моем пусте Есть целая Часть Чтения Двадцати тысяч Ле под водой Шепота Подпишись КОНЕЦ КОНЕЦ